К тому, что по линии Вашингтон-Пекин идет тарифная война, которая периодически подходит к грани полноценной финансовой войны с взаимными заморозками активов и прочими мерами по нанесению серьезного экономического ущерба, мир уже в целом привык. Однако эпидемии коронавируса и обвинения в адрес Китая, сопровождающихся попытками повесить на КНР обязанность возместить США, Великобритании или Германии триллионы долларов экономического ущерба заставляют задуматься о том, не подойдет ли мир к силовой конфронтации. Агентство Reuters опубликовало эксклюзивный материал, в котором утверждается, что главный мозговой центр китайской системы национальной безопасности составил аналитический доклад, суть которого сводится к необходимости подготовиться к самой настоящей, не холодной, а горячей войне с Соединенными Штатами Америки. Британское агентство ссылается на собственные источники в Пекине, которые якобы видели этот документ, но отказались передать даже его фрагменты из соображений собственной безопасности. Впрочем, даже краткого пересказа на ленте авторитетного агентства оказалось достаточно, чтобы вызвать шок в западном инфополе. Все-таки настоящая война – это не самый оптимистичный сценарий на фоне пандемии. Можно было списать этот инфоповод на богатое воображение лондонского агентства, но есть два аспекта, которые мешают это сделать. Во-первых, история учит нас тому, что большие империи зачастую любят отвлекать внимание собственного населения от кризисов путем направления народного гнева на внешних врагов, ради борьбы, вероятно вооруженной, с которыми нация может сплотиться даже вокруг сравнительно непопулярного лидера. Во-вторых, если отбросить излишнюю вежливость, то можно констатировать, что развязать войну на фоне пандемии – это вполне по-американски. А принцип «ни один кризис не должен пропасть зря» вполне подходит для описания стилистики, мышления вашингтонских стратегов. И действительно, Китай – это же не Ирак и не Иран, а серьезный противник, для борьбы с которым потребуются очень серьезные усилия. И сделать так, чтобы полноценная война или хотя бы жесткая финансовая война с санкциями по иранскому образцу была поддержана значительной частью общества, просто так не получится. А значит, эпидемия коронавируса, который по-счастливому для вашингтонских ястребов с течением обстоятельств был впервые обнаружен в Китае, может восприниматься сторонниками жесткой антикитайской линии как некая уникальная возможность, повторения которой не будет и которой нужно воспользоваться самым быстрым и решительным образом. В этих условиях, учитывать риск того, что у Вашингтона зачешутся кулаки в виде авианосных групп, вполне рациональный подход со стороны той части китайской управленческой элиты, в чьи прямые служебные обязанности входит купирование рисков национальной безопасности. Если источники Рейдер действительно видели такой документ и он не является выдумкой, то сам факт его существования – это признак не паранойи, в которой китайских безопасников обязательно обвинят западные СМИ, а пускай пессимистичного, но довольно реалистичного взгляда на американскую политическую элиту. Последнее вполне может посчитать, что даже риск ядерного конфликта с КНР – приемлемая цена для того, чтобы ликвидировать главную угрозу американской гегемонии. В пересказе агентства Reuters указывается на то, что Пекин воспринимает рост антикитайских настроений, которые очень умело подогреваются США как один из главных факторов, способствующих риску горячего конфликта. Процитирую. В докладе, предоставленном в начале прошлого месяца Министерством государственной безопасности высшему пекинскому руководству, включая председателя Си Цзиньпиня, был сделан вывод о том, что глобальные антикитайские настроения достигли самого высокого уровня со времен разгона на площади Таняньмэнь в 1989 году, сообщили источники Reuters. В результате Пекин после пандемии столкнется с волной антикитайских настроений США в качестве лидера и должен быть подготовлен в случае реализации наихудшего сценария к вооруженной конфронтации между двумя мировыми державами. Американское издание Vice сформулировало вывод проще и более прямолинейно. Китай считает, что ответная реакция на действия Китая во время эпидемии коронавируса может привести к полномасштабной войне с США. Вряд ли Штаты прямо сейчас отправят ударные авианосные группы атаковать КНР. Практика показывает, что перед любым силовым конфликтом сначала исполняется сложный медийный ритуал, в рамках которого конкретная страна объявляется средоточием вселенского зла, а миру предъявляется или пробирка с белым порошком, или свидетели какого-нибудь страшного преступления против человечества, совершенного очередным авторитарным режимом, или на худой конец какой-нибудь скандал, в котором highly likely участвовали представители государства, которое предлагается как следует бомбить или хотя бы душить санкциями. Потенциальных точек для военного обострения с Китаем предостаточно. Это и Гонконг, и Тайвань, и многочисленные спорные острова с залежами углеводородов в Южно-Китайском море. В случае необходимости в список предполагаемых преступлений поднебесные американские дипломаты вполне могут добавить даже европейскую средневековую эпидемию чумы, объявив ее предтечей современной пандемии. Мировые СМИ продвигали и более абсурдные тезисы во имя поддержки агрессивной американской внешней политики. Возможно, сторонники более трезвого подхода к окружающей реальности все-таки смогут убедить вашингтонских ястребов, что полноценная война с Китаем – это очень плохая идея, хотя бы в силу того, что это ядерная держава, и последствия такого конфликта будут самые тяжелые. Но вот шансы на то, что кто-то сможет остановить санкционный каток, направленный против Пекина, в том случае, если такой каток все-таки запустят, представляются не очень высокими. Если начнется тотальная санкционная война между США и Китаем, то от нынешней экономической системы планеты с ее глобальными финансовыми потоками и глобальными производственными цепями не останется и следа. Результаты такого дипломатического и экономического конфликта можно попробовать предсказать заранее, и некоторые американские эксперты это уже делают. Процитирую. Несмотря на все усилия бойцов идеологического фронта в Пекине и Вашингтоне, неприятная правда заключается в том, что Китай и Соединенные Штаты, вероятно, выйдут из этого кризиса значительно ослабевшими. Ни новый пакс Чайна, ни обновленный пакс Американо не вырастут на руинах. Скорее, обе державы будут ослаблены как дома, так и за рубежом. В результате будет продолжаться медленный, но неуклонный дрейф в сторону международной анархии во всем, от международной безопасности до торговли и мер по борьбе с пандемией. Нет глобального регулировщика, а различные формы безудержного национализма заменяют порядок и сотрудничество. Таким образом, хаотический характер национальных и глобальных мер по борьбе с пандемией является предупреждением о том, что может произойти в еще более широком масштабе, пишет авторитетный журнал Foreign Policy, который видит в будущем мировые конфликты и мировую анархию. Вполне возможно, что победителей в этой войне действительно не будет, но вот американская гегемония такой конфликт явно не переживет при любом развитии событий. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями в социальных сетях и обязательно выскажите свою точку зрения в комментариях. Также, чтобы ни в коем случае не пропустить следующее видео, подписывайтесь на канал и заходите на наш сайт. Там много различной информации о происходящих событиях в мире. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok